В кабинете главы Волжского муниципального района не совсем обычный прием граждан. На этот раз к Евгению Александровичу пришла целая хоккейная команда. Повод для встречи более чем достойный. Ребята стали победителями турнира «Золотая шайба». Очень приятно сегодня говорить вам слова благодарности, потому что действительно вы являетесь гордостью Волжского района. Мы сейчас с вами сядем за чашку чая, конечно, познакомимся поближе, вы мне расскажете, где учимся, как учимся, какие результаты, какие пожелания есть, какие у вас проблемы, какие вопросы есть. И школьники действительно довольно быстро освоились в той непринужденной обстановке, которую им сумели создать взрослые. Ребята рассказали, как 26 января в Самаре прошли финальные соревнования регионального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба». На льду сборная Волжского района встретилась с командами Пестравского и Кошкинского районов. В итоге упорные и бескомпромиссные борьбы волжане стали победителями. А вот как вы смогли такой значительной, серьезной победы достичь? Как ты думаешь, благодаря чему? Ну, мы тренировались, тренировались, постоянно шли к победе и достигли такого результата. А как ты оцениваешь свою роль в той вот игре, которая вам принесла победу? Как ты выложился весь или что-то еще не все тебе нравилось? Я выкладывался весь. Иногда я даже, у меня дыхание уходило и мне было тяжело дышать. Ну, а какие ты вот перед собой лично, вот именно перед собой задачи ставишь? Кем ты хочешь стать? Чего достичь? Я хочу стать хоккеистом и пробиться дальше в спорте. То есть, а как так получилось, что ты вот такой самый главный над мальчишками? Ну, наверное, потому что среди них, поскольку они пока что еще очень маленькие, я более организованная, так скажем. Самая старшая. Ну, не самая. Так, в силу возраста, так скажем, я капитан. Что в работе, ну как, не в работе, а в твоей должности капитана самое сложное? Следить за порядком, наверное, в команде, быть достаточно организованной, особенно при сборах на какие-либо соревнования. Как ты этого добиваешься? Какими средствами? Да нет таких особых средств, просто само как-то это получается. За чашкой чая восходящие звезды спортивного Олимпа поделились с главой района воспоминаниями о самых захватывающих и острых моментах финала областного этапа. Рассказали о том, что готовились к этому решающему ледовому поединку с лета. И всегда рядом с подростками был опытный взрослый наставник, которому ребята бесконечно доверяют. Готовились на площадке, как положено, по два человека приходили, занимались в течение всего дня практически. Не нарушали садентарных норм. Когда уже маленько ослабился, все, мы уже стали заниматься командой. И уже занимались и как на льду, так и в зале. Снимали один раз в неделю лед в Самаре, ездили, занимались там. Сейчас перед хоккеистами Волжского района стоят еще более ответственные задачи. Рост спортивного мастерства, работа над слаженностью, чувством локтя, повышение личных волевых качеств, так необходимых хоккеисту. Справиться с решением всех этих задач начинающим спортсменам вполне по силам. В Волжском районе большое событие. Многодетные семьи совсем скоро будут праздновать новоселье. Сертификаты на получение социальной выплаты, на покупку или строительство жилья Волжане получают в торжественной обстановке в стенах администрации муниципального района. Очень нужно, потому что когда мы узнали, что у нас будут двое сразу, то есть второй и третий ребенок, мы уже тогда задумались, это был 17-й год, уже начали думать о расширении. Но так как у нас первая квартира уже была в ипотеке, мы об этом могли только мечтать в будущем. И тут мы узнали об этой программе, и когда мы смогли все-таки пройти, все сошлось, и нам позвонили, и пригласили нас к нашему участию, у меня было предела просто. У меня до сих пор не верится в меня. Я очень рада администрации, что такие программы вообще существуют, что многодетных поддерживают. Теперь у нас будет трехкомнатная квартира. – Насколько она вам нужна? – Ой, очень сильно нужна. С тремя детьми просто очень тесно в одной комнате жить. – Старший у нас идет в школу в этом году, поэтому ему нужна своя комната, свое рабочее место. Ну, в однокомнатной квартире, сами понимаете, у него не будет своего рабочего места, даже свою комнату мы не можем выделить. – Ну, то есть вы уже распланировали, да? – Да, мы уже выбрали квартиру, вот, забронировали. Теперь будем ждать, пока вот все документы соберем. Будем делать ремонт и переезжать летом в этом году. Из 22 семей, которые получают сертификаты, все многодетные. Всего в Орском районе количество многодетных семей приближается к тысяче. Это говорит о том, что волжане верят в будущее, в свое и своих детей. – Я благодарен тому, что я удостоен такой чести, чтобы вручить вот эти свидетельства, свидетельства, жилищные сертификаты вам, здесь присутствующим, главам семьи, вторым половинкам. Потому что это дорогого стоит, это замечательно, когда есть такая возможность получить государственную поддержку. А возможностей таких сегодня очень много. Это и реализация на территории в Орском районе 10 национальных проектов, которые дают условия по созданию комфортных условий, улучшению условий проживания наших граждан. Это сегодня строительство школ и детских садов, где представляется возможность нашим молодым волжанам воспитываться и получать достойное образование. Это и благоустройство территории, это увлечение нашего населения в решение вопросов местного значения. Только в 2020 году в районе введено в эксплуатацию пять детских садов, поликлиника, ФАПы. Отремонтировано и оборудовано несколько школ. Введено более 200 тысяч квадратных метров жилья. Ну вот благодаря у нас поддержке всех уровней государства, это у нас участвуют здесь федеральные, областные и местные средства, это программа «Молодой семье. Доступное жилье». Ну вот на моем веку это самая эффективная программа для улучшения жилья. Вот, сегодня вот 22 семьи у нас стали счастливым обладать сертификатов. Вот, как сегодня говорил глава, уже номинал от 924 тысяч до 2,5 миллионов. Зависит от состава семьи. Волжский район активно прирастает новыми жителями. Таких здесь сейчас уже больше 120 тысяч человек. Несмотря на то, что полученные сертификаты позволяют привлечь жилье на территории всей Самарской области, большинство изъявили желание остаться жить именно в Волжском районе. Этот факт говорит сам за себя. Район становится территорией, где люди готовы строить свою судьбу и судьбу своих детей. Новость о том, что вакцина от коронавируса приедет в Рождествено, очень обрадовала Елену Пирогову и ее односельчан. Пандемия затронула многие семьи, не обошла страной и близких Елены Юрьевны. Поэтому вопрос, прививаться или нет, для нее не стоял. Первую партию в 100 доз для жителей села доставили через Волгу на воздушной подушке спецрейсом. При этом желающих сделать прививку и сразу записавшихся на вакцинацию уже больше сотни. Говорят, в отечественной вакцине уверены. Ее бояться не нужно. Она всегда, наоборот, помогает организмам человека. Мы верим и думаем, что так и нужно. Никаких опасений. Подумаешь тут. Волнуетесь? Нет. Я не слышал, что сделали. Комару кушил. Это уже седьмое поселение Волжского района, где начали проводить вакцинацию. Для жителей правого берега Волги это особенно ценно. Ведь если у молодых рождественцев есть возможность привиться в любой клинике района, в том числе на другом берегу, то пенсионерам гораздо сложнее переправляться через Волгу. Возможность такая появилась у пенсионеров, не уезжая далеко от дома, сделать прививку, это, конечно, большое подспорье. Теперь будем надеяться, что все праздники, все мероприятия пройдут с большим участием, с большим энтузиазмом. Люди будут принимать, не боясь ни за себя, ни за своих близких. Поэтому большое-большое спасибо всем, кто помог организовать вот эту вот прививочную кампанию. На данный момент в Самарской области прошли вакцинацию уже более 70 тысяч жителей. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу областному Минздраву. Возможность привиться должна быть у каждого, кто хочет получить иммунитет к новой инфекции. Борьба с инфекцией – это прежде всего вакцинация, это защита, выработка иммунитета у наших жителей. Особенно это актуально для лиц пожилого возраста, которые наибольшие подвержены риску заражения, развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Записаться на прививку можно в своей поликлинике, в том числе и дистанционно. Позвонив в свое медучреждение по месту прикрепления полиса по номеру горячей линии 122 или через портал госуслуги. В доме офицеров поселка Рощинский – День защитника Отечества. Праздник мужества, долга и подлинного патриотизма. Из года в год радуют организаторы торжеств, жители военного городка, хорошо продуманной программой. Постановившись о традиции, первое слово главе муниципального Волгского района, на территории которого дислоцируется немало воинских частей и соединений. Поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля мы честуем всех, кто преданно служил и служит Родине, надежно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России, незыблемость ее границ, спокойную и мирную жизнь каждой российской семьи. Сегодня значение вооруженных сил для обеспечения безопасности, мирного созидательного труда наших граждан трудно переоценить. Современная боеспособная армия является гарантом независимости внешнеполитического курса России, обеспечивая надежную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов нашей страны. В зале гарнизонного дома офицеров на почетных местах юно-армейцы Волжского района. Юно-армейцы сейчас передовой отряд патриотично настроенной молодежи. Лучшим из лучших достаются сертификаты на просмотр военно-исторической драмы «Зоя», рассказывающей о жизни и подвиге легендарной Зои Космодемьянской. Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся. Вот, например, недавно мы принимали участие в акции «Армейский чемоданчик». То есть мы приглашали людей, которые участвовали в боевых действиях, например, и собирали какие-то памятные награды, трофеи, ну, можно так сказать. Также наш отряд занимается, ну, помощью ветеранам. То есть мы посещали ветеранов в преддверии 9 мая, например. Ну и вообще мы стараемся везде участвовать. То есть наш отряд также ездил на раздельственный скибал, который проходил в том году. В этом году не получилось из-за того, что была пандемия. Лично я выполняю роль медиа. То есть я выставляю посты в группу «Генар-Мясмарская область». Акции проводятся у нас большинство. Также, например, каждый 9 мая мы поздравляем наших ветеранов. 9 мая. Кроме того, что мы сейчас занимаемся на данный момент экологическим проектом по очищению нашего озера. Ну и также, можно его как заметить, получается уже. Также ходим на парады на площади Гуйбышева. Но и воспитываем, получается, наичное поколение, чтобы были патриотичными. В 24 юноармейских отрядах Волгского района сегодня состоят более 700 человек. Не первые десяток лет работают 6 военно-патриотических клубов. В том числе и этим ребятам, которым в будущем предстоит стать настоящими защитниками Отечества, адресованы слова настоящих профессионалов. Уважаемые офицеры, товарищи сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, гости, от лица бригады, командования бригады, поздравляю всех с праздником Днем Защитника Отечества. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Закончился праздник в Рощинском традиционным концертом, где прозвучали лучшие лирические композиции на военную тему. Субтитры создавал DimaTorzok